Добрый вечер. Первый участник нашей послематчевой пресс-конференции, главный тренер Казанского Рубина Ренат Саярович Берелединов. По традиции несколько слов по игре по горячим следам. Я рассказал только у поля, о кромке поля, что тяжелый очень матч, а легких сейчас не бывает. Амкар предстал совершенно, я скажу так, обновленным по стилю коллективом. Характер у них всегда был на должном уровне. Мы очень серьезно, они нас подергали. Я даже, честно говоря, считаю, что первый темп мы, есть такой сленговый термин, отскочили. Когда выход один на один, удачно сыграл Нестеренко на выходе. И опасны были подходы, и проникающие атаки, и прострелы. Совершенно другая команда. То, что было в первом круге сейчас, наверное, от исполнителя в какой-то степени зависит. Ну и, наверное, стиль. Тот, я думаю, он принесет им успех, потому что серьезная очень команда, тяжелая победа. Подробно, знаете, надо посмотреть, успокоиться немножко, как эмоции привести в порядок. Пожалуйста, ваш вопрос. Иван Саевович, поздравляю вас с победой. Это самая крупная победа в этом сезоне. Вы и знаете, у Рубина. Кого бы могли, в принципе, отметить по составу? И хотелось бы спросить еще, кто с Русланом Камболом унесли на нас. Так вот, потом напомните мне по частям все. Ну, я тоже сказал, что счет, я считаю, не отражает того положения вещей, которое было по ходу игры. Счет мог быть и другой, и ничейный, и 1-1, и 2-2. Но это футбол. Просто здесь, опять же, сейф. Снин Сирен, когда он головой бил пруднику, когда он вытащил мяч, казалось бы, мертвый. Счет был бы 2-1, и неизвестно, как все закончилось бы. Поэтому я бы не зацикливался на то, что это крупный счет в сезоне. Сложилось и сложилось. Это, ну, так получилось, что мы даже забили, когда Парнягин третий гол забил, вообще непонятно, как надо посмотреть. Какой-то пяточный удар. Вот. Да и второй. Не срежет отчетник своего рота, никакого крупного счета не было. То есть я возвращаюсь к первому ответу, что очень сложно было. Вот. Там спросили про Камболова. Степень тяжести, наверное, определим в Казани. Потому что сейчас, как сказать так, зафиксирована нога у него. То есть надо смотреть, чтобы не было перелома. Потому что перелом, конечно, будет серьезная потеря, потому что у нас следующая группа еще и Киркелия пропускает. Глубина состава не настолько хороша, но мы на это дело и шли. Значит, кого-то молодого подпустим. Пожалуйста, Ваш вопрос. Для нас следующего прокомментируется, пожалуйста, состояние здоровья Сергея Рыбликова. Знаете, у нас в команде, ну, уже можно сказать, что инфекция гуляет давным-давно. Тут причин много можно найти. И где-то общаются в городе, где-то там в магазине что-то. Что-то занесено такое. Инфекция. У нас уже весь тренерский штаб переболел. И игроки пошли по второму кругу. Тоже Рыжиков. Он одну игру стоял, только сбросил температуру. Сейчас сбросил так, что у него температура там 36,0. То есть упадок сил. Инфекция, которая очень долго сидит, она колесит от игрока к игроку. Просто мы это не выносим никуда. Потому что легче назвать того, кто не испытывал проблем с температурой и слабостью. Сутки-двое у нас весь медицинский штаб сквозуточно ликвидирует это все. Но пока не удается. Да, пожалуйста. В заключении хотелось бы спросить по поводу того, сегодня НСИНК провел второй матч, и у него сухарь. И к тому же еще хотел спросить по поводу того, что могли бы вы кого-нибудь отметить сегодня по составу. А, отметить по составу. Ну, я бы отметил Карлоса. Веська, я найду к чему придраться. Есть и в этой игре к нему придирки. Но так как он пытался вязать игру, с учетом того, что он почти месяц, получив травму на медосмотре, я так ее называю, конечно, последствия медосмотра, он не проделал всю свою работу. И он только в наборе формы. И надо отметить, что он сыграл конструктивно, помог сильно. Я бы его отметил. Я бы отметил, ну, наверное, всю команду. Ну, что, Юнистерина, что нельзя отмечать. А капитана команда забыть. Ну, я сейчас по всем пройдусь. Наверное, команда. Команда в первую очередь. Еще будут вопросы? Да, последний вопрос. А принято ли решение по картонию? Ну, наверное, будем действовать, как записано по протоколу, по договору. Вот. Но, знаете, когда на игрока приходит уже сейчас приглашение в европейский коллектив, понимаете, мы не можем гарантировать, что клуб, к которому он там прилежит, вдруг не колыхнется в другую сторону. У нас есть опция. Мы намерены. Парень, 20 лет, он, они здесь набили, нам 4 дня разница в день рождения. 20-летний. Нет, и мы считаем, что такого игрока надо забирать. Вот. Как сложится. Хотелось бы, чтобы заключил долгосрочный контракт. 20 лет, сами понимаете, это перспектива. Если взять Ахмеда, 17, то это надо смотреть чуть-чуть дальше в будущее. Спасибо, поздравим Рубин с победы и продолжим через 2 минуты. Спасибо. Продолжаем. Главный тренер Амкара Гаджи Муслимович Гаджиев. Сложно комментировать такой результат, но все-таки. Ну да. С одной стороны сложно, с другой стороны легко, потому что есть какие-то законы, которые нарушать нельзя. Ну, в частности, если ты проигрываешь, то надо отыгрываться не убегая, там, 10 человек в атаку или там 9 человек в атаку, а надо как-то, какой-то все равно, какую-то строгость, какую-то игровую дисциплину нужно соблюдать в обороне, поскольку ты проигрываешь 1-0, ты имеешь шанс отыграться и на 90-й минуте. А когда ты проигрываешь 2-0 или 3-0, там уже вероятность того, что ты отыграешься, она снижается. Начали, мне кажется, мы вообще нормально и первый тайм провели. Мне кажется, лучше, чем Рубин. и моменты имели, вот, и выходы имели 1-1 с вратарем. Не забиваем, не забиваем с тех позиций, с которых, ну, хотя бы из трех, один мяч нужно забивать. Рубин забил так, как в принципе у него забивал и до этого, то, что мы видели, очень хорошо, и то, что, чего, ну, так сказать, что и тренировали. Вот, ну, тренировка, тренировка, игра игрой. Дали сделать подачу, ту, которую не должны были. Спокойно могли перекрыть эту передачу. Вот, ну, а вверху они просто лучше играют, чем мы, в частности. Портнягин, вот. Выиграл, забил. Вот так. Давайте вопросы. Да, пожалуйста, Анатолий. Нет, он играл в свойственной позиции, в той, в которой он играл и раньше, и в той, в которой он играл все сборы. Вот. Он играл право нападающего, ну, он не был привязан там, к этой бровке. Он был правый нападающий. У нас три нападающих. Один был, например, изначально это... Пикущак, Прудников и Батов Максим. Вот он вместо Батов вышел в эту же позицию, в той позиции, в которой играл Батов. Право нападающего. И на сборах он все игры, в принципе, в этой позиции играл. Он был основным игроком у нас. Но потом, вы знаете, получил травму. И вот... Вот так, когда разговор заходит о позициях, какой позиции, там от позиции... Там лучше говорить о тех функциях, которые он выполнял, какие он должен был выполнять. Позиция, она не может быть какой-то привязанной сегодня. И мы, в принципе, требуем от них, чтобы они двигались, менялись местами, чтобы двигались постоянно, чтобы не брали большие паузы. Вот так, в принципе, нормально двигались и в первом тайме, и Максим хорошо играл, мне кажется, Батов. И очень не хотелось его менять. Но надо было выпускать и Пеева, плюс к этому у нас еще седьмого игра. Ну вот. Якубка, это тоже была плановая замена вместо Пикущака. Вот, не плановая замена оказалась у нас Сиракова, который попросил замену. У него опять старая травма воспалилась, и поэтому мы его заменили. Да, пожалуйста, вопросы. Я думаю, что и то, и то может быть, может быть то, и то. Но, скорее всего, все-таки эмоциональный такой надрыв. Мне не понравилось их состояние в перерыве уже. Вот, получили гол в раздевалку, и такие были, конечно, они подавлены после этого пропущенного гола. Ну, понятно, обидно, да, ты соперник вроде ничего там и не создал. Я думаю, что все-таки физическое состояние, если и да, то уже во вторую очередь. Больше вопросов не будет? Тогда всем спасибо. Спасибо.